здравствуйте уважаемые зрители моего канала сегодня видео про профилактику лечения онкологии у меня уже было много видео на эту тему тема важная тяжелая но знать ее нужно каждому человеку потому что профилактика это самое главное ведь в наши дни факторов которые вызывают онкологию очень много впрочем сегодня видео будет не совсем стандартно я начну не с общего с частного со случаев излечения очень важных выводов которые надо сделать по каждому случаю я вам поясню это сейчас зачитывать я буду из одной книги сейчас поясню а вот в конце видео общие сведения правила и рекомендации какие видео мои посмотреть но кому будет интересно досмотрит до конца и поймет узнает это все почему так важно профилактика дело в том что в наши дни столько факторов которые вызывают онкологию их очень много чтобы обеспокоиться нужно каждому человеку как говорится предупрежден вооружен я дам очень важные знания сегодня воспользуетесь вы ими или нет это дело ваше и так не теряя времени книга моей коллеги биолога и основательница центра фунготерапии филипповой значит сразу скажу что не нужно вам искать книгу эту сразу я все что самое важное нужно и об этом уже давно в своих видео говорил ссылки на них я оставлю в описании под этим видео здесь же речь пойдет про определенные конкретные практические примеры которые очень важно мне пояснить вам письма пациентов никогда не думал что я здоровый трудоспособный мужчина смогу заболеть я не думал ничего плохого когда и в моче появилась кровь честно говоря грешил на другое оказалось самое худшее рак мочевого пузыря жена заставила лечь в онкологию там прошел химиотерапию все что назначали врачи там же в палате познакомился с известным питерским писателем все у нас оказалось одинаковым и возраст и болезни даже стадии одинаковые после больницы стали перезваниваться он тогда мне и сказал что не надо на врачей надеяться надо самому за свою жизнь бороться стали мы газетки разные оздоровительные почитывать искать методы лечения нашего недуга вскоре одна знакомая дала мне телефон сказала что обязательно надо звонится лечат какими-то редкими грибами и результаты там потрясающие якобы даже саркома останавливает я человек недоверчивый в общем дальше чтобы лишнее не говорить он достала шитаки грибы водорастворимую форму стал принимать через две недели он позвонил ракову моему знакомому писателю рассказал ему все тот засомневался и сказал что он все-таки будет лечиться боли головом уже выписала настойку и схему решили мы так пролечимся через год созвонимся как дела может что еще придумаем с мая стал постоянно принимать шитаки стало заметно лучше кровь мочи стала показываться не часто уменьшились выделения сил прибавилось стал задумываться о работе в августе устроился курьером разношу газеты и чувствую что это мне по силам сделал обследование оно показало что метастазов нет а опухоль хоть и не ушла совсем но значительно уменьшилась дай думаю позвоню писателю скажу что это очень стоящая вещь заодно у него спрошу как болиголов действует позвонил в общем не помог ему болиголов метастазы пошли по всему организму и неделю назад он умер вот такие дела сейчас я дополнительно пью настойку мухоморы веселки так назначили чтобы ускорить рассасывание опухоли через месяц пойду на обследование но главное я работаю ведь я думал что уже не смогу зотов вячеслав александрич санкт-петербург проспект металлистов 34 сразу хочу сказать дальше будут другие важные моменты хочу подчеркнуть значит что касается трав травы просто только травы очень редко могут помочь об этом писали в газетах зо что вот вылечился но это один из тысячи людей понимаете это возносит как панацею не поддавайтесь на это вы можете фатальную ошибку сделать мой главный совет лечение онкологии как впрочем любых болезней тем более серьезных должен быть комплексным подход комплексным учитывается питание образ жизни нюанс убираются продукты которые вызывают воспалительные процессы в организме убирается из рациона питания сахар и все что связано со сладким посмотрите мое видео сахар и рака вы поймете насколько это важно и на чем основан принцип от коты вот эту контрастного коты точного определения метастазов именно на сути сахара и особенности раковых клеток потреблять его гигантских количеств для своего ускоренного метаболизма это переход на веганское кето питание обязательно это переход на веганскую кето диету это учитывание медицинских мер когда они нужны а порой они очень нужны жизненно необходимы впрочем об этом в конце поговорим и другие десятки и сотни нюансов об этом все в моих видео ну и на индивидуальных консультациях я много раз встречал такие случаи сталкивался когда люди понадеялись на что так они боли голов или еще какую-то траву или комплекс трав и только это этого недостаточно пока ты не изменил питание образ жизни даже мышление пока ты не осознал не понял как процессы эти происходят внутри тебя что нужно сделать как мыслить пока ты не поймешь и не будешь правильно действовать сознанием дела только в редчайших случаях можно изменить что-то в положительную сторону что касается грибных препаратов то наука фунготерапия одна из древнейших наук который изучает свойства лечебные высших бездельных грибов этому обучали тысячи лет назад это осталось и в травниках в монастырских летописях говоря о нашей стране я уж не говорю про японию китай где многие тысячи лет это все записывали в трактаты и прави цену и так далее даже говорить не буду у славян тысячелетиями знахари занимались лечением травами и грибами сейчас наука позволяет вынимать доставать концентрированные лечебные вещества например полисахарид лентинан из грибов шитаки ну и тому подобное и делать вот эти концентраты водорастворимые либо в капсулах для приема грибов не исключая медицину грибные препараты очень важны так например доподлинно известно это факт что гриб веселка на десятый день примерно останавливает рост раковых клеток другой вопрос как побороть саму опухоль очаг или если есть метастазы с метастазами порой часто проще чем самими опухолями видов рака много и тут подход нужен индивидуальный идем дальше еще один пример онкология желудка четвертой стадии у двух мужчин у первого резекции 2 3 желудка 2 7 8 желудка 1 категорически отказался от медикаментозного лечения у кого две трети и через год его не стал 2 у кого удалено было 7 8 желудка лечился травами и грибами сейчас пошел восьмой год после операции к сожалению последние два года он перестал принимать обычные сборы так как решил что уже вылечился увы это не так онкологические клетки надо подавлять постоянно поэтому в результате двух лет бездействия пошло метастазирование средостей но сейчас с этим справляемся достаточно успешно и наконец совсем недавний случай который произвел на меня тягостное впечатление позвонила женщина попросила помочь мужу который два года назад категорически отказался от операции на прямой кишке дорогие друзья иногда операция часто она очень необходима но здесь тонкие нюансы нужно быть уверенным что врач назначает не потому операцию что так положено так надо формально а по-человечески как бы он сделал для себя для родной матери там и отца как вот углов федор григорьевич великий русский хирург рассуждал и учил других врачей вот так если найти такого врача профессора или вот консилиум если они объяснят что это действительно необходимо и вы поймете что но больше за чем против надо и бояться этого не нужно в моей лекции общие принципы лечения онкологии вот в этой я подробно объяснял эти моменты и как медицина вот официальная совмещается с до и после операционными методами лечения уже не медицинскими с фонгой фитотерапии при которой лечение будет более эффективным и выздоровление в десятки раз увеличивается шансы на это а вот совмещая официальные медицинские методы даже химиолучевую терапию а иногда это необходимо тоже то что убрать две трети пять шестых раковой опухоли легче и точно можно первыми несколькими по крайней мере сеансами химиотерапии вот это действительно так и вот тогда убрать оставшуюся часть раковые опухоли легче становится тем же грибам кстати если вы хотите понять как же с точки зрения биохимии происходит этот процесс разрушения раковых клеток вот именно воздействием грибных препаратов на примере грибы шитаки и полисахарида лентинана который заставляет наши макрофаги синтезировать большое количество фермента перфорина на внешних мембранах который растворяет лизирует внешние оболочки липидные раковых клеток и они соответственно умирают таким образом это происходит у каждого человека каждый день но когда-то раковых клеток становится больше они начинают агрессивнее размножаться а ферменты перфорина синтезируются в организме меньше и меньше иммунная система не справляется так вот полисахарид лентинан заставляет макрофаги в любом возрасте наши иммунные клетки работать как в молодости как это происходит подробно почему каковы механизмы в моей лекции гриб шитаки ссылки все оставлю в описании под этим видео идем дальше муж категорически отказался от операции на прямой кишке решил сколько проживет столько проживет он бывший военный прошел афганистан характера не занимать лечащий онколог тоже проявил себя достаточно грубо заявив в конце разговора что тот к нему еще на карачках приползет да будет поздно да нехорошо по сути онколог был прав зачастую пациент отказывался от операции сам обрекает себя на смерть причем мучительную два года выдерживал характер но жена тоже проявляла настойчивость и стала активно заставлять его принимать настойку болиголова в результате органы не были поражены а да действительно и аконита болиголов оказывают воздействие положительно сдерживают тормозят развитие раков опухоли но достаточно ли их для лечения онкологии нет недостаточно и так органы не были поражены метастазированием но сама опухоль выползла наружу помочь сейчас ему крайне трудно речь идет только о продлении жизни хотя после операции было бы все намного проще теперь очень важные вопросы от людей которые филиппова комментируют а я дам свои сейчас комментарии нюансы когда целители утверждают что смогут вылечить рак но только не операбельный стоит ли этому верить я сплошь и рядом сталкивалась с результатами работы таких целителей 95 процентов из них конечно шарлатаны настоящий целитель никогда не станет отговаривать от операции и только в крайних случаях попробуют сдерживать рост опухоли но все же опять должно контролироваться узи другими исследованиями я имею ввиду рост опухоли пациент должен четко понимать что даже то что опухоль не увеличивается в объеме не означает что рак не наступает онкоклетки в другие органы лимфосистему костную систему кровь и так далее я вам скажу так что даже вот центр фунготерапии к сожалению не учитывают очень важные вопросы питания поверьте мне с изменением питания с коррекции бадами то есть очень важными веществами которых у нас дефицит но которые необходимо принимать чтобы иммунная система была крепче сын кселен определенные витамины но только в органической форме и так далее и так далее это очень много это сотни нюансов каждый это определенная доля процента к успеху есть такие которые занимают десятки процентов об этом я говорю только на консультации но наверное я уже просто физически не могу осилить все и я вероятно сделаю инфопродукт такой я объясню там все нюансы тысячи выполняя которые люди ну приблизиться вот к этим возможным теоретическим 99 процентам избавления от онкологии и других очень серьезных проблем потому что опыт накоплен колоссальный понимание данных процессов есть и я вам вот что скажу давайте я просто приведу сейчас поставлю попрошу моего помощника вот сейчас один из последних случаев такой показательный яркий письмо женщины про своего мужа послушайте пишет и на куракин юрий андреевич хотим выразить вам нашу безмерную благодарность за ваше знание информацию о лечении которую получил мой муж дмитрий куракин после консультации с вами поясню я провожу еще пока индивидуальные консультации на которые можно записаться ссылка под каждым из сотен моих видео на индивидуальную консультацию дана в описании под каждым видео продолжаю помогла избежать хирургического вмешательства и последующей инвалидности после обнаружения аденокарциномы прямой кишки второй стадии кто не понимает это рак ему были предложены лучевая и химиотерапия курсом 40 дней как вы рекомендовали он начал пить грибы санхван и трометос за две недели до весь курс и две недели после окончания терапии поясню я всегда говорил из старых моих видео по онкологии например видео общие принципы лечения онкологии приводил там живой пример но например одной женщины которая тоже пропила вместе с приемами курсы химии и лучевой терапии вот эти грибные препараты которые усиливают действие химиотерапии или лучевой по ее результативности но при этом не убивают иммунитет и некоторые люди кому посчастливилось слышать и понять мои видео пройдя эти курсы а эти препараты разумеется они все приобретали у нас на сайте nadgar.ru если выполняли все верно стабильно комплексно добивались положительных результатов вот вам пример продолжаю каждую неделю сдавал кровь результаты анализов были хорошие что приводило в недоумение врачей иммунитет не пострадал внимание моя ремарка иммунитет при этом что он проходил химиотерапию и лучевую терапию при приеме этих грибных препаратов иммунитет не пострадал как и должно было быть как я и предупреждал продолжаю и это помогло ему пройти курс лечения без особых побочных эффектов через три месяца мужа планировали оперировать ожидая что опухоль уменьшилась и осталась но он за это время пропил ваш ну вот который я рекомендую маркерный курс это веселка водорастворимые формы шитаки водорастворимые формы рейши мрт и сигмовидоскопия показали что опухоль бесследно исчезла и нет необходимости в операции врачи в португалии разводили руками моя ремарка да уж представляю такого они никогда не видели как и те врачи в сша о чем я рассказывал в моем видео общие принципы лечения онкологии продолжают и не понимали что происходит решили понаблюдать еще три месяца а муж поменял рейши на митаки но это как я рассказывал там каждые три месяца смена грибных препаратов происходит и также продолжил пить этот курс то есть он уже пил подчеркну веселку шитаки и митаки вместо рейши в итоге были сделаны кт мрт и сигмовидоскопия и все показало отсутствие опухоли то есть еще через три месяца и показало наличие здоровой ткани в настоящий момент мужу предложено наблюдение каждые три месяца с проведением кт мрт и сигмовидоскопии и анализа крови на онкомаркеры которые кстати тоже были в норме сейчас он пьет третий курс грибных препаратов с грибом агарик ну совершенно верно и как вы рекомендовали будет пить грибы до одного года потом профилактический курс раз в полгода он исключил мучные продукты сладости мясо оставил только домашние яйца иногда раз две недели рыбу но основу нашего питания составляют овощи и зелень дорогие товарищи все правильно именно овощи зелень но не фрукты почему посмотрите мое видео сахар и рак еще раз благодарим вас за ваш бесценный труд и помощь с уважением дмитрий ирина куракины ну разумеется я ответил что я безмерно рад здоровья и все правильно при должном правильном системном подходе так но теперь идем далее у моей дочери 27 лет обнаружили затвердение в груди поставили диагноз фибро аденоматоз и отправили на операцию уже на операции сказали что это онкология первой степени ее выписали домой она обречена ни в коем случае после такой операции при правильном лечении пациенты живут очень долго и абсолютно не беспокоясь единственное неудобство удаленная грудь сразу скажу то сейчас уже возможно только лишь частичная резекция истечения без удаления груди тем более что про метастаза можно не бояться если вы будете принимать курсы фунготерапии например маркерный курс вот кстати ссылку на него я дам обязательно это классика фунготерапии маркерный курс но только речь идет помните если онкология уже подтверждена любой стадии это лечение от года обычно год полтора еще очень важный момент если не дай бог у вас доброкачественные опухолики стомиомы полипы фибромы фиброденомы там имейте ввиду это все предонкологии это все возможная онкология в будущем даже если у вас была 10 20 лет назад мы все идем не к молодости а к старости иммунная система ослабевает и пока до поры до времени сдерживала рост раковых клеток который образуется каждый день у человека а потом уже не может это очень важный фактор нужно многое пересмотреть не дожидайтесь пока петух как говорится клюнет сейчас уже нужно побеспокоиться посмотрите все мои видео которые оставлю под этим видео по ссылкам это жизненно важная информация идем дальше но четко нужно понимать одно альтернативная медицина в этом случае гарант здоровья у нас разработана методика которые это альтернативная медиц это как раз традиционная медицина которая тысячелетиями была традиционная эти знания осквернили извратили утратили но это не означает того что этого нет так вот которая позволяет успешно сдерживать развитие ракового процесса то есть уничтожать оставшиеся клетки будет сам организм с этим он справится так вот скажу вам по практике у меня были случаи когда четвертую стадию рака с метастазами в кость и в головной мозг люди лечили причем по моим методикам женщина часов 8 в день вот некоторые лет мои видео длинные те же люди дураки вот кого припечет и кто разумный человек вот эта женщина это в блоге у меня где-то там было это текст мы просто письмо прислала женщина она по моим часов шесть или восемь в сутки смотрела моих лекций конспектировала выписывала она все поняла и она со знанием дела лечилась она справилась четвертой стадии это конечно феноменально ну то есть все возможно не надо отчаиваться хочу этим самым сказать всем понимаете ну и не нужно затягивать время работает не на нас вот смотрите еще при последней стадии рака принимаешь и таки можно хоть на что-то надеяться надеяться можно всегда потому что резервы организма не исчерпаемы мы прекрасно знаем из опыта что если есть у пациента установка на жизнь то он будет жить приведу пример пациент молодой мужчина 34 года онкология прямой кишки неоперабельная у него была четкая установка при раке все бесполезно нужно ждать только смерти до таких людей много наш врач привез фотографии пациента письма истории болезни объяснил что есть еще то время за которое можно переломить болезнь и мужчина сознательно стал применять рекомендованную методику что удивительно буквально на второй день поднялась высокая температура а такое бывает часто так как иммунная система срабатывает на действие того же грибы шитаки и других в организме но обычно это бывает на вторую третью неделю а тут на второй день потенциал хороший был у молодого человека но тем более в таком возрасте иммунитет еще крепкий так вот температура держалась несколько дней за это время опухоль которая выползла на ягодицу это уже четвертая стадия буквально съежилась увидев такой эффект наш больной действительно воспрянул духом как сам сказал он научился жить и бороться за свою жизнь какое самое быстрое извлечение последней стадии рака было у вас на практике самая быстрая три недели рак губы четвертой стадии после химиотерапии двух курсов лучевой терапии которые практически не остановили развитие болезни и такой бывает дорогие друзья если химия лучевая предстоит жизненно необходимо до начала за две недели весь курс химии лучевой и после две недели на выходе после завершения последнего сеанса принимать санхваны трамета с два грибных препарата как я объясняю в лекции общие принципы лечения онкологии тогда химиотерапия лучевая будет еще более эффективная по губительному воздействию на раковые клетки а иммунная система практически не будет страдать и тогда можно больше курсов химиотерапии принять то есть но организм выдержит и соответственно убить либо почти все либо вообще все раковые клетки как я вот на примере живом одной женщины с сша которая лечилась у меня я подробно это рассказывал в этом видео общие принципы лечения онкологии идем дальше практически остановилось развитие болезни курс йонного серебра и шитаки справились с опухолью за три недели еще было такое же быстрое но несколько необычное излечение собаки клеппи расскажу об этом подробнее я не буду говорить про это просто знаете что скажу единственное что разработана естественно методики лечения вы думаете что у животных у животных очень много случаев онкологии у собак и у кошек на ту причину совершенно объективные не будем сейчас об этом но вот лечение абсолютно да и антипаразитарную программу животным надо также по той же схеме проводить и по онкологии разработана методика лечения почему животных все быстрее гораздо заживает и проходит легче лечить чем людей да ну а теперь давайте я вот что скажу вопрос такой нужно ли делать операцию при раке говорят что это только увеличивает метастазирование после операции долго не живут действительно воздействие на раковые клетки провоцируют их активному делению это абсолютный факт это также как вот грибница в лесу удорожит почему растут грибы человек повреждает утрамбовывает землю там хуже условия жизни для грибницы и она чтобы сохранить себя но так уж генетически заложено видимо программой какой-то свыше что отвечает активным ростом и большим количеством грибов для распространения спор и заселение грибниц где-то неподалеку ну если мы аналогию приводим то мы говорим про метастазирование не делать операцию при онкологии может позволить себе только тот человек который точно знает как развивается его раковое заболевание и который уверен в своих силах остановить и обратить процессы вспять я всегда очень радуюсь когда приходят такие люди которые побороли рак многие по интуиции делали правильные вещи вот например очень важный показательный случай когда женщина пришла с стажем болезни 14 лет хотела проконсультироваться насчет свеча правильность сделала что залечила его ведь целители некоторые ну это ужас советуют у меня такие писали люди ведь это хорошо это ужасно советуют наоборот вытащить свеч наружу чтобы отходила всякая гадость вообще не понимают люди что говорят свечу не действительно вышел но она прикладывала примочки некомпрессы с травами мухомором веселкой и свеч закрылся правда оставив безобразный рубец но это бог с ним очень подробно я сказала что она все грамотно сделала просто на удивление сделала все по интуиции сколько раз хотела начать методику масло с водкой вот никогда не делайте но все время как будто кто-то руку отводил то масло кончилось там то и тогда и слава богу уж очень страшная картина особенно при онкологии молочной железы после применения этой методики метастазирование происходит молниеносно из свеч выходит уже на второй год после появления опухоли это вот эта водка с маслом не дурите люди хватит хернёй заниматься и не надо вот эти все тедикамп с керосином там до закапывать это грецкий орех перегородки там это не нужно рисковать и асд-2 и прочее кому-то это поможет а поможет ли именно это или другое или стечение факторов а кому-то и многим большинство не поможет и вы только время потеряете подход нужен серьезный поэтому я рекомендую вам изучить вопрос и так еще раз посмотрите мои видео по ссылкам которые я оставлю выписывайте конспектируйте и тогда вы поймете у вас возникнет некое чувство как вот архимед кричал эврика то есть миг озарения в науке это называется то есть когда все на свои места ставят как бы как пазла собираются в единую картину миропонимания вот это должно быть то есть знать надо они просто выполнять некоторые силы как возмущаются это мне говорите просто что делать не надо лишних слов я говорить с такими людьми не слих хочу их блокирую же баню просто то что просто это дебилы именно надо знать понимать надо и действовать сознанием дела понимаете это логично это правильно этому я учу это самое главное вообще конечно операцию делать нужно дело в том что онкологические клетки крайне агрессивные и делятся в геометрической прогрессии и образующимися в организме перфорину действительно подавлять уже солидную опухоль трудно проще работать с остаточными клетками даже метастазами уже после удаления опухоли но это логично представьте там миллионы клеток побороть миллионы клеток сложно но еще раз говорю дорогие друзья если бы только фунготерапия не всегда это достаточно если только операция и дальше химия лучевая не всегда далеко достаточно вместе это сила а если к этому добавить сотни факторов маленьких нюансов которые каждый однозначно влияет положительным образом на динамику лечения и наоборот негативно на раковые клетки во много-много раз повышается шанс тогда из лечения можно уверенно сказать что человек после операции при условии что он грамотно пользуется альтернативными методами может прожить очень долго именно за счет торможения процесса когда вновь образующиеся мутированные клетки уничтожаются или даже его регрессирование но рака так вот я скажу так что при кардинальном изменении питания паши дорогие друзья одной из главных причин онкологии не единственный но главный является накопление гнойных токсинов и трупных ядов от питания мясной пищи от высокомолекулярных белков которые в полной мере не перевариваются вызывают реакцию антигена антитела обязательно с образованием кадаверина патрицина то есть тех самых трупных ядов гнойных токсин которые влияют на процесс метоза то есть деление клетки и при делении образуются ошибки по мере накопления ошибок клетки начинают видоизменяться мутировать приспосабливаться и как бы антагонистами к организму становиться так образуются раковые клетки до причина радиации причины сахар причины многие запуски как триггеры могут быть стресса и прочее это естественно накопление тяжелых металлов ради нуклида в организме само собой да из пищи и тогда свинец кобальт тяжелые металлы иного рода причин много я все эти причины практически все без исключения пояснял моих лекциях это все важно знать это все важно учесть это все несложно просто нужно раз на два-три дня засесть за конспекты и вы будете все понимать но вот что в завершении я хочу вам сказать дорогие товарищи значит комплексный системный подход великое дело лениться здесь только не надо перебороть свои пищевые пристрастия привычки зависимости веру свою в то что это естественная человеческая пища и меду мясо в первую очередь пока вы это не уберете вы до конца принципиально не решите вопрос не надо глупости что вот ел все что угодно да еще кто-то тот приведет пример пил курил 95 лет прожил там дедушка во первых сейчас только уже не проживут изгадили такие дедушки вам генетику все факторов сейчас в сотни раз больше воздействия негативного чем у дедушек когда они родились жили ели экологически чистую пищу физически активными росли бодрыми на песня строить и жить помогает помните значит труд и так далее это но не сравнивайте нынешние поколения с теми тот бы дедушкой 120 и 130 мог бы прожить который 95 прожил вот таким образом жизни потом даже люди в очень преклонном возрасте например фёдор григорьевич углов тоже к сожалению умер от рака я его лично знал знал эту ситуацию изнутри его семью поэтому могу сказать хоть и пишет от сердца но тогда сердце не выдержал но у него рак был вот значит я знаю сотни случаев излечения рака когда люди со знанием дела правильно подходили к этой проблеме действовали практически безошибочно ну то есть практически близко и к ста процентам правильно действовали так как надо было в этой ситуации то есть учитывали все что я говорю вот эти сотни сотни факторов от мелких до крупных и тогда результат не заставляет себя ждать даже очень сложных ситуаций главная цель моего данного видео повысить грамотность чтобы люди знали чтобы люди понимали что не просто шанс есть а он гигантский но если только вы себя возьмете в так знание села второе второй враг это лень у человека и так если знание есть и человек хочет их применить то мешает лень если лень переборете и будете делать все правильно то и результат не заставит себя ждать однозначно и так ссылку на маркерный курс с чего надо начинать кроме тех случаев которые требуют корректировок маркерного курса потому что иногда добавляется сразу агарик бразильский четвертым грибным препаратом то есть общая методика это обычно три грибных препарат но иногда добавляется четвертый особенно у кого уже третья четвертая стадия там без агарика не обойтись его применять надо сразу я не буду сейчас рассказывать о нюансах применения я все это в других своих видео рассказывал ссылки оставлю в описании цель данного видео сказать людям что не все потеряно а еще важная цель объяснить что сейчас молоду надо за собой следить в наши дни онкологии заболеть расплюнуть сейчас есть многие страны самые развитые особенно вот эти белые воротнички гонконг где у каждого третьего онкология я не преувеличиваю это самое страшное сейчас на пасть многие врачи вообще правительство скрывают эту статистику рак давно уже превысил сердечно-сосудистые прочие заболевания превысил превысил а многие люди умирают не от рака только потому что они просто раньше умерли от инфаркта инсульта других проблем чем дальше активнее будет развиваться химическая пищевая индустрия тем больше будет онкологии сейчас есть уже те болезни те стадии те заболевания у молодых людей даже у детей которых не было советское время даже в позднее советской 80 просто это случай один на миллион детская лекемия тоже и так далее у пяти шестилетних детей не мыслим это не какая-то кара с небес это все люди своими руками сотворили а добавим к этому фактору воздействия в чай с в чай излучения некоторые идиоты смеются и глумятся над этим молод безопасно какие же они идиоты у меня было много видео на канале где я полностью и мой коллега доказывали неопровержимо давая кучу сведений материалов под видео о том что такое в чай с в чай излучения приводили в пример еще учебник минина 74 года про кпд про дозы и так далее это что с в чай излучения вызывают онкологию это гарантированно это точно поэтому никогда не держите сотовый телефон в упор к уху а далеко говорить по громкой связи или проводному наушнику впрочем об этом в соответствующих видео я объяснял досконально и подробно пожалуй дам вам две ссылки на два последних видео по дате выхода на моем канале вот изучите и еще дам ссылку на видео по так называемой водородной воде изучите эту тему тоже на этом пожалуй на сегодня все не хочу перегружать информации хочу чтобы этим видео вы заинтересовались серьезно изучить этот вопрос а это нужно всем людям еще раз говорю понять да и вот действуйте строго по ссылкам вот не думая прям да как любят многие прям вот смотрите видео первое второе третье и так далее которые я дам под этим видео по ссылкам оставлю выписывайте конспектируйте все будет вам понятно тогда абсолютно ну а на этом на сегодня все я желаю всем хорошим честно порядочным людям крепкого здоровья здравомыслия всем ну и до новых встреч до свидания